Типы часов, которые вы видели, и задачи, которые можно придумать на разные типы часов. Задачи, в которых входит понятие время, ну и те, которые посильно нам будет решить. Первое. Себе пишем. Самое, что у нас доступное из часов, да, это солнечные часы. С солнечными часами мы с вами можем познакомиться в Политехническом музее, где их предостаточное количество. Поскольку раньше, отправляясь в дальний путь, да, не только на своей площадке, брали с собой солнечные часы. Ну, что это такое? Раз солнечные, то понятно, что в них участвуют в процессе солнца, да. Определяется заход и восход солнца. Ну, вот, например, такая площадка. У разных народов она по-разному. И устанавливается такой вот шпиль. Шпиль. Понятно, что с восходом солнца. Солнце обходит. Идет по небосводу. И в разное время... И в разное время будет нас шпиль отбрасывать в тень. В связи с этим, разумеется, не так, как мы привыкли, откалибрована будет шкала. Не так будет. Потому что мы привыкли к циферблату, разбитому на равные части, да, чтобы отсчитывать время. Здесь, разумеется, будет по-разному, в зависимости от того, это ближе к восходу или к закату. Ну, а, соответственно, когда 12 часов, да, то тень будет совсем самая маленькая. Изменения в 12 часов будут менее заметны, да. Вот если солнце 12, около 12, около полудня, менее, наверное, заметны, да, чем изменения на закате. То есть, когда мы видим, что сейчас еще светло, можно читать, да. А здесь уже совсем сумерки, читать текст невозможно. Где вы можете это посмотреть? Ну, первое, это в политехническом музее. А самое простое, это в ВДНХ. Метро ВДНХ. Аллея, есть метро ВДНХ. Значит, есть аллея космонавтов. И перед комплексом вот этой аллеи космонавтов там расположены модели солнечной системы и солнечные часы. Значит, всем, кому не лень, да, а я думаю, что все-таки интересно будет большинству из вас, надо подъехать и посмотреть, как работают они в течение дня. В течение дня. Тем не менее, отправляясь в дальний путь, часы с собой надо взять, да. У нас есть часы. У нас есть часы. Нам надо взять их с собой, поэтому они должны быть на руке. Ну, или, по крайней мере, где-то в кармане, да. Чтобы можно было положить в кармашек. Вопрос. Что же, как же быть? На ВДНХ находятся часы, вылитые из бронзы. С собой такой комплекс не понесешь, да. Что надо сделать? Пожалуйста, ваше предложение. Ну, по-моему, если на них изображены цифры, то цифра К-12 всегда нужно будет при каждом повороте поворачивать на запад. На запад. Значит, для того, чтобы определить время по солнечным часам, да, нам нужно в дополнение к часам еще... И поворачивать. Компас. Компас, чтобы узнать. Итак, себе пишите. Это у нас стационарный для наручных солнечных часов. Еще нужен компас, да. И есть еще одна деталь, немаловажная для этих часов. Придется их все время собирать и разбирать. Собирать и разбирать, это не так уж сложно. Смотрите, это похоже на вашу школьную подставку для книг. Поэтому собирать и разбирать, вам ее разве сложно? Да. Нет. Нет. Вот у вас подставка для книг, вот у вас там язычок, который ставят, да, и чтобы он держал. Поэтому как раз разбирать, наверное, не очень сложно. Компас тоже встроили. Вот сюда встроили компас. Как-то неудобно один сделать. Так, неудобно. Знаешь, главное, чтобы работало. Тогда еще где был другой техник? Еще что необходимо? Компас. Да, пожалуйста. А нужно, чтобы место, на котором он стоял, вот так, чтобы была протянутая нитка? Нитка протянутая. Нитка протянутая. Ну, я с тобой согласна. Только вот как он стоит, да, важно, как он стоит. Стоит ли он, наклоняясь, да? Или он стоит ровно. Значит, нужен еще уровень, да, чтобы был уровень. Замечательно. Значит, уровень нужен. Ну, давай вот здесь вот пустим еще уровень. В данном случае уровнем, ну, может быть, какой-то пузырек с жидкостью. Даже на современной технике, да, для того, чтобы установить ровно, горизонтально ровно, используют уровни. В частности, вот можно посмотреть, как установлена сейчас наша камера, да? Мы это делать не будем, на переменки подойдете, посмотрите. Там тоже используются системы уровней. И если пузыречек, да, пузырек, а какой пузырек? С воздухом. Да, капсула такая зелененькая с водичкой, да? Пузырек посерединке, значит, у нас горизонтально стоит. Если пошел вверх, то наклонены как-то. Как-то наклонена эта площадочка, да? Замечательно. Следующий вопрос. Итак, солнечные часы мы уже докисали. Второй. Еще какие часы знаем? Да. Электронные. Значит, с электронными... С электронными часами у нас немножечко сложнее. Можно ввести электронные часы. Давайте введем. Электронные часы, да. Но у них есть одно немаловажное свойство. Сейчас в основном в электронных часах используют арабские цифры. И причем не просто арабские цифры, а весьма стилизованные. Что это означает? Ну вот, в частности, мы говорили про конверты, индексы, когда там пишут, да? Стилизованные. Чтобы любой человек издалека мог отличить разные цифры. Давайте напишем, как же на самом деле электронные часы, да? Как изображаются? Ну, ноль, пожалуй, изображается нулем. Единичка сделаем вот так вот. Две, да, палочки. Правильно? Одна под другой. Единичка. Два. Три. Это похоже немного на складывание из спичек. Да, да. Поскольку вот у этих отрезков, разумеется, одинаковая длина. Три. Четыре. Пять. А если индекс пишут? Индекс похож, но не так. Потому как... Значит, я объясню. Когда пишем мы индекс, то там используют наклонные черточки. Вот смотрите. Чтобы написать семь на электронных часах, я напишу сверху черту и две палочки. В то время, как если сравнить с индексом, вот здесь справа индексы. Да в индексе не так. В индексе семерочка пишется таким образом. Да. И единичка другим. Да. И единичка, соответственно, вот напишется наискось. И единичка столбик. Здесь у нас только столбик. Поэтому они похожи, но путать не надо. Семь, восемь. Довечка тоже по другому пишет. Девять. Да. Девять. Что же мы сейчас с вами будем делать? У меня на часах. Вот здесь у меня наручные часы. И на них время. Человек посмотрел, одел часы, на которых у него стоит время. Я специально сейчас не поворачиваю их к вам, потому что в этом будет состоять задача. Посмотрел в зеркало на свои наручные часы. И увидел, и увидел следующую надпись. Нам тоже рисовать? Да. Вам не просто рисовать за мной, вам еще и решать. Увидел следующую надпись в зеркале. Вопрос. Колька на самом деле сейчас 15.21. По-другому все правильно. Ну и давай смотреть, правда или нет. Давай свою руку. Одеваем чаши. Как-то я ехала с дачи на электричке. Сейчас электрички стали очень хорошие. Опускают бегущую строчку и с разными объявлениями. И в частности светятся электронные часы. Поскольку у электрички потолок сделан из пластика, да, то, соответственно, на пластике видно отражение этих часов. Итак, значит, давайте задачу сделаем такую. Мы заметили, войдя в электричку, что сейчас время 12.30. Скажите, пожалуйста, какое время, это у нас время на электронных часах. Здесь у нас потолок. Подскажите, пожалуйста, какое время отобразилось на потолке. Пожалуйста. 3 минуты и... 3 минуты. 3 часа. Нет. 3 часа 20 минуты. 3 часа 21 минуты. Хорошо. Итак, на потолке... Я сейчас... На потолке отразилось 3 часа. Согласны? 51 минута. Я сказала. Сколько? 2 минуты. Почему 0? 3 минуты. 3 часа 0. Они разве поменялись местами, чтобы здесь 0 стоял? 3 минуты. 3 минуты. 3 минуты. 3 минуты. 3 минуты. 15-30. 15-30. Они не поменялись местами. Как была ближайшая троечка, да, так она и есть ближняя. Как 0 стоял крайний, так он и стоит крайний. Итак, господа, ну понятно, что дело серьезное ехать, а не близко. Ехали мы час. Вопрос. Вопрос. Сколько? 1.30. Было время 12.30. Было время 12.30. Ехали мы час. Стало время 1.30. Вопрос. Нет. Ты же еще не знаешь вопроса. Может быть, оно и можно. Может кто-то уже может ответить. Я сейчас выбираю, какой бы вопрос задать. Вопрос. Сколько раз время, отраженное на потолке, совпало со временем реальным? То есть, тем временем, которым было на моих часах. Себе напишите и посчитайте сколько. Сколько раз время, которое отразилось на потолке, совпало с реальным временем? А оно совпало коленем? Либо вы честно выписываете. 13.00. Вот два способа. Либо объясняете закономерность почему, либо честно выписываете и показываете на доске. Сколько? Нет. Мало. 12.00. Ну, если честно, не совсем так, но проходите сюда. Проходите. Первый у меня получилось 1. Что значит 1? 1 час. 13.00. 0.00. Да? Пожалуйста, пишите следующее время. Работаем. Подним. В том же стиле. Так, 13.00. Дальше. Руку из кармана. Дальше. Следующее время. Можно я? 10.00. 0.1. Сначала нужна система. Если мы будем просто выбирать 10. А может быть еще что-то, да? Система. Значит, пожалуйста, первый. 13.00. 0.00. Следующее. 13.00. 1.00. 1. Да. Только единственное, что единичку мы пишем правильно. Иначе она не отразится симметрично. Дальше. 13.00. 2. Падает? Нет. Нет. 13.00. 3. 2. Да. Пишем. Тихо. Все у себя выписывают. Следующее. 13.00. 3.00. 3.00. Не подходит. Дальше. 13.00. 5.00. 6.00. Не подходит. 6.00. 6.00. 5.00. 6.00. 6.00. 6.00. 6.00. Давайте посмотрим, совпадет ли 6.00. 6.00. 13.00. 8.00. Вот у нас 6.00. Да? Это B. 13.008. А у нас здесь получится, если отразить, то будет? 9. Даже не 9. Вот так будет, да? Нет. Это не 9. Это даже не 9. Поэтому нет. Не совпадет. Значит 6.00. 13.00. 8.00. 8.00. 8.00. 8.00. 8.00. 8.00. 4.00. Не надо. 13.00. Это не последнее совпадение. Зависит сейчас еще. Это еще. 0.8. Но мы едем до 13.30. Поэтому у нас есть еще возможность. Может быть все-таки это не последнее. Пожалуйста, следующее. По-моему, там 16.00. Нет. 13.00. 10.00. Поехали, Миша. 13.00. 13.00. 10.00. А больше? Запало. 13.00. Запало. Запало. Хорошо. Дальше. 11.00. Совпадает. 13.00. 11.00. Хорошо. 13.00. 12.00. Не совпадает. 13.00. 12.00. Не совпадает. 13.00. 16.00. Не совпадает. 13.00. 17.00. Не совпадает. 13.00. 18.00. Совпадает. Рядышку. Начни вторую службу, пожалуйста. Вот как тебе удобно писать? Пиши здесь. Не надо, тяну спокойно и запиши. А все у себя тратят. Итак, вот объявленное 8 ты уже сделал. Ну давайте посмотрим, но может быть есть еще одно время. Ну на самом деле 20, все что с двойкой уже не совпадает, поэтому не берем. Ну последнее это надо взять. Итак, 13.30. А дальше уже вышли из вагона. Это вы ехали, получается. Со станции Храпунова. Итак, 13.30. Замечательно. Итак, сколько вопросов? Сколько? 9. Ответ. 9 раз. Пишем. Ответ выточен. 9 раз. Ответ. 9 раз. 9 раз время, отраженное на потолке, запало с реальным временем, которое было на электронных часах. Скажите, пожалуйста, 7 ли? Спасибо большое. Всем ли понятно, как решили задачу? Да. Да, понятно. Замечательно. Понятно ли, что мы могли найти вакономерность? Смотрите. Что у нас с вами изменялось? Последняя цифра. Последняя цифра. 0, 1, 3, 8. Опять. 0, 1, 3, 8. Ну и, соответственно, если бы я поставила время не столько, как на самом деле, вот ехали час, а 3 часа, 4 часа, то тогда можно было бы не выписывать, да, а найти закономерность, установить закономерность и посчитать было бы легче, чем выписывать. Песочные часы. Ну, кто же не знаком с песочными часами? Вот он. Песочные часы совершенно замечательные. Использовались действительно давно. Вместо песка... Вода. Может быть использована вода. Да, может быть. Но обычно все-таки используют песочек, да? Потому что можно перевернуть, да? И все, кто делает процедуры в медицинском кабинете, все, кто играет на время, например, где за минуту надо произнести 60 слов, начинающихся на гласную букву, да, то вот для всех такие часы используют и сейчас. Увидели? Да. Можно переворачивать и отмерять время. Часы бывают самые разные. Как вы думаете, вот какие часы, вот одни часы красные и синие, да, у меня сейчас? Увидели? По цвету они даже разные. Скажите, пожалуйста, какой промежуток времени можно отмерить? Где он будет больше промежуток времени? Ну, пожалуйста. Красный. Красный. Почему ты так не решила? Тихо. Большая. Большая емкость вверху, да? Да, пожалуйста. Ну, все-таки я думала, что я одинаково перевернула. У меня вроде бы как две руки работают одновременно. Хотелось бы думать. Но на самом деле тут запаса песка явно больше. На пять минут? Ну, скорее всего, не меньше, чем за пять минут. Мы с вами посмотрим. А сейчас давайте мы с вами решим задачу про песочные часы. Итак, у вас есть песочные часы на кухне? На семь минут. Другие часы на четыре минуты. Мам. На четыре минуты. Вам нужно с помощью этих часов отмерить время. Ну, безусловно, просто отмерить время. Это семь минут, да? Достаточно просто перевернуть, да? И отмерить. Просто отмерить четыре минуты. Достаточно поставить, перевернуть. Какое время еще просто отмерить? Да. Три минуты, да, просто. Еще восемь минут. Перевернуть дважды. Десять минут просто отмерить. Вот ты и будешь отмерять. Итак, поставили варить. Итак, поставили на плиту. Гастрюльку надо отмерить ровно, чтобы вода в ней кипела ровно десять минут. Ровно десять минут, чтобы кипела вода. По-моему, на две часа, которые на четыре минуты, например. Да. Можно поставить денег? Нет. Семь минут, потому что... Ну, вот смотри, что ты сказал. Часы на семь минут я поставила. Они высыпались. Потом я перевернула, я смогу отмерить только четырнадцать минут после этого. Да, молодой человек красный, как? Надо поставить часы на семь минут. Так. Когда они истекут, значит, медитые вместе с ними. Когда они истекут, поставите с ним, рядом с ним поставьте часы четырнадцать. Готово закончить четыре минуты, то останьте с ним вместе. Понятно. Значит, если истекут, как вы говорите, сначала поставить часы на семь минут, а затем поставить семь минут и рядом четыре минуты, то это не что иное, как мы с вами отмеряем время одиннадцать минут. А мне нужно десять минут. Мне нужно десять минут. Думаю, что надо поставить часы на семь минут в начале, потом поставить, когда семь минут и секунды, потом поставить на четыре минуты. Нет, она уже будет польза. Тогда останется три минуты. Вот смотри, ты опять повторяешь эту версию. Поставить семь минут, потом четыре минуты. Останется три минуты, но мы их уже никуда не сможем использовать. У нас уже кастрюлька перегорит. А когда иначе, когда иначе, когда иначе, когда иначе надо оставить? Останется горсточка, да. Минуту? Нет, из трех минут мы не сможем. Это слишком. Можно? Ну нет, это мы не сможем сделать. Можно просто сделать семь минут и переваривать? Нет, мы переваривать ничего не будем. Надо решить задачу. Пожалуйста. Семь может на три, будет двенадцать, если поставить семь. Если поставить... Не слышу. Если поставить часы на четыре минуты один раз, потом их перевернуть и поставить еще один раз. Когда будет на половине, то значит это две минуты. Нет. Нам нужно десять. Можно я? Пожалуйста. Мне кажется, надо поставить часы на семь минут, потом на четыре. Это правильно, когда останется в трех часах? Мы не можем узнать, сколько останется. Понимаешь, вот они сыпятся, и я не знаю, сколько останется. Я знаю только начало и только конец. Пока они сыпятся, я не могу определить, сколько осталось. Понятно? Мы ставим часы на четыре минуты. Так. Когда время из стекла, переворачиваем. А, ну давайте, давайте так сделаем. Итак, значит, есть вариант. Сейчас, минуточку. Итак, вот у нас есть часы на семь минут, да? Да. И на четыре минуты. Мы берем. Первое действие. Четыре. Только не ставьте. Одновременно переворачиваем. Четыре. Получается, ну, когда время из стекла, получается восемь минут. Почему восемь? Когда время из стекла, что получится? Что они одновременно работали четыре минуты. Значит, здесь четыре высыпятся, а здесь вот этот остаточек и будет три минуты наш. Давайте запишем. Первое. Одновременно. Два. Итак, одновременно ставим часы на семь. Семь минут и на четыре. И четыре минуты. Когда семь минут. Когда четыре минуты из стекла, получится восемь. А две минуты, которые останутся, это не будет три минуты. И секунду. Вот так, что десять. Здесь не будет. Здесь останется три минуты. Здесь ноль минут. И третье действие. Нам надо перевернуть и поставить еще раз на семь. На семь минут. Итак, вот этот хвостик. Три и семь минут. Тогда действительно нам дадут время десять минут.